Всем привет! Сегодня мы будем разговаривать, указывать на вещи и узнаем как сказать это, то, казахша анау, манау. Также возьмем новые слова касательно всего, что находится в наших домах, в нашем доме, в нашей квартире, в наших комнатах. Итак, this and that это вообще, в русском языке они называются указательные местомения, в английском demonstrative pronouns. В переводе this означает это, либо это, либо это, эти и так далее. То есть, не эти, не множественное число, просто манау, казахша манау. А that это то, что находится далеко, до чего невозможно, ну, в смысле, ну, как бы не дотянешься рукой, на что обычно указывают, мы говорим то, тот или казахша анау. Получается, this это манау, that это анау, то, что далеко. Окей, so look at the examples. This room is dark. Эта комната тёмная. Вы указываете, говорите, вот эта комната, она тёмная, но та комната яркая. That room is bright. Либо вы просто говорите, this is my room. Это моя комната. This is my room. That is your room. Okay? Good. Здесь, в принципе, ничего сложного нету. Если, так как это в единственном числе, this, это всё, this мы говорим только в единственном числе, не будет здесь, this rooms, да? This room, и всегда будет глагол is, не are. Также можно посмотреть, как будет в утвердительном, в негативном, в опросительном. This is my flat. Это моя квартира. That is my car. Вон та моя машина. This isn't my flat. Это не моя квартира. Например, it's your flat, да? This is your flat. That isn't my car. Это не моя машина. Is this your flat? Это твоя квартира. Вы задаёте вопрос так же, как у вас было в предыдущем уроке. А у вас is выходит вперёд. Is this your flat? Is that your car? Вон та твоя машина. Она у себя на машине. Is that your car? Или WH questions. What is this? Что это? Или what is that? Что вон то? Ну, например, вот. What's this? It's a pen. Это ручка. Можно отвечать it's, да? Что это? Мнауне. И вы говорите был калам. It's – это на казахском больше как будто бы означает bull. Ну, я так считаю. Ну, по крайней мере, по-другому это как-то не объяснишь, да? It's a pen. What's that? It's a smartphone. It's a bus. Был автобус, да? It's my purse. Был минным сумочком. Окей. Кстати, вы не думайте, что this and that могут употребляться только в таких предложениях, где у нас только будут to be, да, и так далее. Даже если вы хотите сказать, например, дай мне вот эту книгу. Вы скажете, дай мне, вы знаете, да? Give me. Give me this book. Здесь ничего не надо, потому что здесь у вас есть глагол give. Или, например, покажи мне вон ту книгу. Show me that book. Show me that book. Окей. Дальше. Ещё одна небольшая темка. Это артикль ЭЭН. Неопределённый артикль ЭЭН. Это тоже вот одна из тем, которые трудно понять в русскоговорящем. И так же и в казахторгах. Почему? Потому что ни в русском, ни в казахском нету артиклей. В арабском есть, например, да, артикли. Во французском есть. Насколько я знаю, в итальянском, в испанском есть. Но в английском. Но нету в казахском, поэтому тяжело понять. Вообще изначально ЭЭН – это был ван. Ван – это брр, да, один. Изначально просто им надоело говорить ван, ван, ван. И они это сократили, эволюционировал язык и превратился в ЭЭН. Э – это перед согласными, ЭН – это перед гласными. В принципе, если с этой точки смотреть, тогда и казахский, и русский язык имеют артикли. Потому что, когда мы, например, рассказываем давным-давно жил один старик. И вот это слово «один» – это, по идее, есть артикль. И в английском тоже до этого используется. Давным-давно. Once upon a time there was an old man. Например. Или жила-была одна девочка. Но когда вы второй раз об этом говорите, вы говорите «эта девочка имела длинную косу». То же самое в английском. Когда второй раз упоминается, они говорят уже определённое. The girl has a long hair. То есть, в принципе, и в казахском, и в русском, по идее, есть только у нас они не эволюционировали в артикль. Они также остались в слове «бр». В казахше тоже мы говорим. Теперь, ну, это касательно того вообще, откуда появился вот этот «эн» и когда его ставить. Касательно того, когда его ставят, во-первых, когда говорим о нашей профессии. Кем мы являемся. Например. I am a lawyer. Я юрист. Неважно, какой юрист. I'm a jurist. He is an engineer. Он инженер. Когда указываем на предмет и говорим, что это. Вот как раз сегодняшняя тема. Это ноутбук, а это картина. Любая картина там. Это картина в общем. Также вот то, что я вам только что сказала. Когда говорим о какой-либо вещи впервые. У меня есть кошка. I have a cat. И эта кошка сейчас в саду. The cat is in the garden now. То есть, вообще, вот этот артикль «эн» означает что-то неопределённое и что-то одно. Но «эн» мы ставим перед гласными. Кстати, к этому нужно немножко привыкнуть. Поэтому я отдельно их написала. И сейчас я их вам прочту. Нежелательно, чтобы вы после меня тоже прочитали. An apple. An engineer. An orange. An umbrella. An architect. An egg. Теперь ваша очередь. Сами прочитайте сейчас. Я не буду останавливать. Окей. Дальше. Теперь. Теперь вот такая вот небольшая тема тоже. Мы знаем, да? Уже прошли все эти слова. И вы, в принципе, уже знали эти слова. Так как вы не absolute beginners. На вопрос who. То есть, я не буду здесь говорить, что это там. Possessive, pronunce, pronounce, да? Просто вы знаете, что вот эти слова отвечают на вопрос, кто, who. Я, ты, он, она, оно, мы и они. Второй столбик отвечает на вопрос, чей? Whose. Например, я, но это мой, my. Ты, твой, your. Кстати, ты, вы, во множественном числе, cinder, cinder, это все будет your. Также и здесь будет ваше, это все будет your. He, он, его, his. She, her. It, например, мы говорим, это дом. It's a house. Его крыша. Здесь тогда вы скажете не his, а its. His and his только касается человека, даже не животного. It's, например, its roof. Его крыша там красная, да? Или если про кошку, его там, не знаю, хвост длинный там и так далее. Дальше. We – это мы, our, наш. They и their. Их. Получается, вот эти вот вопросы, ой, слова, они отвечают на вопрос чей? My, your, his, her, its, our, their. Так, думаю, это все понятно. Не будем на этом обострять. Я вам все равно дам домашние задания интересные, которые вы наверняка запомните, вот эти вот, используя, запомните, как используют вот эти слова после того, как сделаете эти задания. Так, теперь немножко фонетики. На том уроке мы, я говорила, что a произносится там. Э, о, эй. Или, например, как же там еще было? А, о, да? Иногда. Пол там и так далее. Теперь буква И. Буква И называется вот ИИ в алфавите. И смотрите, вот в закрытом слоге, когда по бокам у нас получается в начале, в конце согласные, в середине гласные, да, она читается Э. В английском языке нету звука Е. Только Э, эскалатор. Вот этот звук, он Э. Pen, bed, sand, leg, peg, red, ten, men, land и так далее. Если же открытый слог. Открытый, то есть, например, вот мы говорили, да, в конце буква И, но она не читается. И вот серединная, вот эта буква, она читается так, как она в алфавите. Например, если бы cake, эй читается как в алфавите, cake, да, и так далее. Пит, пи-ит, да, Петя или Пётр и так далее. Но таких слов в английском языке именно когда с буквой И очень мало практически. Я не знаю, я не знаю таких слов. Но тем не менее все остальные, вот когда дабл-И, два, две буквы И идёт, читается длинное И. Sleep, need, teen, deep, see, keep, jeep. Также когда И, эй. T, see, lead. Дальше. Буква I. В закрытом слоге она читается И, но не И русская. Она не такая, как говорится, притерная И, да, она такая немножко грубоватая, И, такая небрежная. Big, то есть не big, а big, pick, pink, sink, ring, link, dig, nick, sick, bin. Дальше. Открытый слог. Опять-таки, если в конце И, и у нас открытый слог, то вот эта буква читается так, как она называется в алфавите. Kite, ride, sight, like, hike, bike, dive, mine, line, life. Но есть исключение. Слово leave, я живу, I leave, читается leave, не live. Но, опять-таки, есть у исключения ещё одно исключение, которое вот это же слово читается ещё и live в другом значении, значении, прямой эфир. Окей? Дальше. Вот ваши новые слова. Так, здесь у меня сдвинулся, оказывается. Ну, ладно. Flat – квартира. Yard – двор. Home. Home вообще или house. Очень часто путаются. Home или house, да? Home – это когда это домашний очаг. Так, где бы вы ни жили, в шалаше, в хижине, в берлоге, там, где вы живёте, это и является ваш дом. А house – это строение, это здание, это, например, flat – это квартира, а если у вас отдельная жири, казахша, То это house. Дальше. Room – комната. Living room. Bedroom. Bathroom. Kitchen. Dining room. Столовая. Если кухня отдельно, столовая отдельно, тогда dining room. Toilet. Hall. Study. Кстати, study – это не только я учусь там в школе, I study at school, но также это и кабинет. My study. I have. Например, у меня есть кабинет. I have a study. And I love my study. Sofa. Диван, bed, кровать, table, chair. Вы знаете. Кстати, вот насчёт шкафа. Если шкаф на кухне, то это скорее cupboard. От слова cup. Cup – это чашка, да? Cupboard. Если же это… А, вот здесь из-за вот этого слова пошёл сдвиг. Если это шкаф для одежды, в Америке это называют closet, но в Британии называют wardrobe. В принципе, без разницы, как вы учите, все они поймут. Closet либо wardrobe, как гардероб. Wardrobe. А книжный шкаф называется bookcase. Ковёр, carpet. Так, ваше домашнее задание. Вот эта картинка, это как небольшая такая анкетка или игра this or that. Игра называется this or that. Это или то. И вы должны мне отправить аудио таким образом. Вот получается an early bird or an idol. Вы мне задаёте… Вы сами себе задаёте вопрос и сами же на него отвечаете. То есть, например, первый я показываю. Are you an early bird or an idol? Вы – ранняя пташка или сова? То есть, вы – жаворонок или сова? И сами же на него отвечаете. I am an early bird. Почему нужно задать вопрос? Потому что я хочу, чтобы вы запомнили, как задавать вопрос. А ты – жаворонок или слова? Вот это «а ты» будет «а you». И дальше. Are you an optimist or a realist? Вы – оптимист или реалист? Are you an introvert or extrovert? Интроверт или экстраверт? Are you creative or analytical? Are you quiet? Quiet – это спокойный. Loud – это громкий. Are you quiet or loud? Are you hopeless or hopeful? Вы – безнадёжный или полунадежд? Are you romantic? А, hopeless romantic or hopeful romantic. Безнадёжный романтик или романтик полунадежд? Я не знаю здесь, как понять, если честно. Are you a planner or spontaneous? Вы – планировщик, вы планируете, то есть тот, кто планирует всё, либо вы спонтанно живёте. Are you always late or are you always early? Вы всегда поздно приходите куда-то или вы всегда опаздываете, или вы всегда рано приходите. Are you always late or are you always early? Ну, например, если я про себя скажу. I am an early bird. I am an optimist. I am an extrovert. Кажется, хотя немножко интроверт. Okay. I am creative. I am loud. I think I am... I think I am hopeful romantic. I am planner. And I am always early. Я практически... Если я иду навстречу, я практически не опаздываю. Я всегда рано, либо вовремя. Это первое ваше задание. Второе ваше задание. What is your favourite room? Ваша любимая комната. Shoot a video. Снимите видео. And tell about everything that is in it. И расскажите обо всём, что находится в ней. Таким образом, вы должны снять на видео вашу любимую комнату. Пусть это будет, не знаю, кухня, спальня и так далее. И рассказать максимально обо всём, что там находится, используя слова. Если не знаете, можете, либо спросить, можете посмотреть в интернете. И развивая в себе self... Autonomous education. Autonomous – это автономное образование, когда вы привыкаете учиться сами. И также вы должны использовать и привыкнуть к этим this and that. Это и то. Вы заходите в вашу комнату, снимаете видео. Пусть это видео будет минута-две, чтобы WhatsApp отправил мне. И говорите, это мой шкаф, это мой стол, это моя кровать и так далее. Как раз привыкните к этим фразам. So, this is the end. Thank you for your attention. Enjoy the lesson. Goodbye.